Враги кирасиров Оружие турецких всадников 17 века Слева две сабли Гаддаре, Перс, или Пала, Тур Отличались относительно коротким 65-75 см, но широким 5-5,5 см, клинком, и имели толстый до 1 см, обух. Некоторые клинки, в том числе и те, что на фото, имели елмань, но ширина ее была небольшой. Рукоять перед крестем имела характерную форму. Крестовины были небольшими и выгибались вперед. Ножны были из дерева и обтягивались черной кожей. Справа черкесская сабля со стрием на конце клинка, чтобы прокалывать кольчуги и прямой палаш. Дрезденская оружейная палата. Иконница их покрыла холмы. Книга Юдифи 16 к 3 Перестрелка за холмами Смотрит лагерь Ихинаш На холме пред казаками вьется Красный Дилибаш Пушкин А.С. 1829 год Военное дело на рубеже эпох В прошлый раз мы выяснили, что врагами латной конницы кирасиров и рейтаров на рубеже Средневековья и Нового времени, помимо пехоты с пиками и мушкетами, были многочисленные подразделения легкой конницы, в том числе и национальной. Безусловно, она была более многочисленной, хотя не так хорошо вооруженной. В предыдущем материале речь шла о венгерских гусарах, венецианских страдиотах, валахах и драгунах. Сегодня мы продолжим рассказ о врагах кирасиров. А начнем мы его с турецких тяжеловооруженных всадников конницы сипахов, ближе всего подходящих по типу к европейским всадникам-копейщикам в полном рыцарском снаряжении или в дротиковых доспехах в три четверти. Турецкие конные воины 1600 год Сначала сипахи представляли собой обычных тяжеловооруженных всадников, восседавших на конях, одетых в панцирные попоны и вооруженных копьями и булавами. Понятно, что вооружение воина-сипаха, как и в случае с европейским рыцарем, непосредственным образом зависело от его богатства и размеров его земельного владения тимара. Кстати, по нему этих воинов часто называли тимариоты. То есть это был аналог наших помещиков. Поскольку сипахи стреляли из луков с коня, защитное вооружение, которое они использовали, должно было обеспечивать высокую подвижность плечевого пояса. Отсюда и распространенность среди них кольчатопластинчатых доспехов. Были популярны тюрбаные шлемы с кольчужными бармицами и носовой пластиной. Другими типами шлемов были шашак и месюрко, от арабского слова меср-египет. С. С. Века распространяются карациновые доспехи. Руки выше запястью защищались трубчатыми наручами. Щиты-калканы были относительно невелики по размерам, но зато были из металла железа или меди. Всадник конницы сипахов, музей армии, Париж. Когда воины призывались в поход, каждый десятый сипахов по жребию оставался дома, чтобы поддерживать порядок в империи. Ну а оказавшиеся войски распределялись по полкам Аллаем, которыми командовали командиры черебаши, субаши и офицеры Аллаебея. Доспехи венгерских гусар противников сипахов и дели. Арсенал Г. Граца, Австрия. О сипахах вполне можно сказать, что они являлись своего рода дворянством Османской империи и аналогом русской поместной конницы. Арсенал Г. Лишь то время, пока он находился на службе. Понятно, что при такой системе сипахи над своими крестьянами не имели полной власти. Причем находясь на службе, сипахи денежного довольствия от казны не получали, но имели право на военную добычу. Кирасирский доспех в три четверти. Арсенал Г. Граца, Австрия. Если сипах уклонялся от выполнения своих обязанностей, его доходная собственность могла быть у него отнята и возвращена в казну. По смерти сипахи его держание за его семьей сохранялось, но лишь в том случае, если у него был сын или какой-то другой ближайший родственник, который мог заменить его на службе. Турецкий всадник сипах. 17 века. Дрезденская оружейная палата. С 1533 года правительство порты вдоль границы с Венгрией установило новую систему тимаров. Теперь от сипахов требовалось вместо проживания в своих здешних имениях служить постоянно и находиться в пограничных городах вместе с воинами расположенных в них гарнизонов. Прекращение активной политики, завоевание и распространение коррупции сделали с причинами массового уклонения сипахов от службы. Причем они всеми правдами и неправдами начали стараться перевести тимары в свою частную либо собственность религиозную с выплатой соответствующей договорной ренты. Щит-калкан, плетеный из прутьев, и прочее оружие и снаряжение турецких всадников. Дрезденская оружейная палата. В 1516 веках конница сипахов была весьма многочисленной, около 40 тысяч всадников, причем больше половины происходили как раз из провинции империи, находившихся в Европе, в частности в Румелии. Но затем с конца 17 века и до конца 18 века за 100 лет их численность уменьшилась более чем в 10 раз. Так что в 1787 году, когда Турция в очередной раз собралась воевать с Россией, Порта с немалым трудом собрала лишь 2000 всадников. Турецкое холодное и огнестрельное оружие. В центре вятрины ятаганы и кавалерийские пистолеты. Слева и справа мушкеты, инкрустированные слоновой костью и кораллами. Справа – Дрезденская оружейная палата. Ну а затем султан Махмуд в 1834 году и вовсе отменил сипахов, после чего их включили в состав новой регулярной кавалерии. Заодно в 1831-1839 годах ликвидировали и военно-феодальную систему тимаров. Земли бывших помещиков были переданы государству, которое теперь выплачивало им жалования непосредственно из бюджета. Однако память об отважных всадниках сипахи не умерла. От этого названия произошло другое – спай. Спаги. Только теперь так стали называться части легкой кавалерии во французской и в итальянской армиях, куда набирали аборигенов, но командиры были из французов, а также – сипай. Сипай – всем известные британские колониальные войска из индийцев в Индии, устроенные аналогичным образом. Рисунок из книги Ричарда Кнателя по истории униформы, изображающий всадников сипахов. Берлин, 1890 год. Берлинская государственная библиотека. Главная проблема сипахов, как, кстати говоря, и проблема русской поместной конницы, заключалась в том, что обе они были не способны к переменам. На определенном этапе их роль была положительной, но времена менялись, а меняться вместе со временем сипахи не желали. В частности, это выразилось в пренебрежительном отношении к огнестрельному оружию, и где – в Турции, где и порох был прекрасного качества, и производились отличные мушкеты и пистолеты. Но вооружалась всем этим пехота. Главным образом янычары, которые вооружались за государственный счет. А вот сипахи покупать за свой счет огнестрельное оружие не желали, а если и покупали, то не желали изменять свою тактику боя, мол, деды так воевали и побеждали, и мы так же будем. Естественно, что тяжело вооруженную конницу сипахов должны были поддерживать всадники легковооруженные. И в турецкой армии таковые тоже были. Прежде всего это Акэнджи, производная от турецкого слова «ак-эн». Набег, нападение. Это были регулярные формирования, однако в военной системе порты они играли очень важную роль. Организация конницы Акэнджи называлась Акэнджлик, а создавалась она как пограничные войска для защиты беликов. В пограничных районов. Османы называли такие районы Удж. Уджим управлял Беем, звание которого было наследственным. Назывались такие Беякэнджи Бе или Уджбей. Тяжелый крепостной мушкет и дротики, которыми вооружалась легкая конница. Дрезденская оружейная палата. В империи турок-сельджуков Уджбей был очень значительным лицом. Он лишь только платил один раз в год налог султану, а так был полностью от него независим. Он мог воевать с соседями, грабить их султану до этого не было дела. В государстве османов Акэнджи свободы поубавили и действовать они должны были от имени султана. По сути Уджбей получал с этих земель деньги, а на них созвал отряды конницы. Государство не выплачивало им никакого содержания, не выдавало оружие и снаряжение, коней Акэнджи тоже покупали сами. Но зато и налог на добычу они не платили и все, что попадало к ним в руки, у них же и оставалось. Всадник Сипах. На голове шлем Шишак, щит Калкан, сабля Килич. Масса такой сабли доходила до полутора килограммов. Обращают на себя внимание стремена. Турки не пользовались шпорами, а пришпоривали коней внутренними краями своих массивных коробкообразных стремян. Иллюстрация из книги Чавалры. The History of Fighting Elite 650 b.c. A.D. 1914 Vaxic v. Basic z. По сути, это были вольнонаемные отряды, куда записать самок любой желающий, но нужно было представить рекомендации от имама, деревенского староста деревни или любого известного Учбея человека. Имена поступивших, а также имя отца и место жительства, записывались и хранились в Стамбуле. Акэнджи Бей, командира, назначался султаном или его наместником Сардаром. Турецкие сабли, верхние сабли Гаддаре, но с чужой рукояткой. Ниже килич с развитой Елманью. Арсенал Тапкапы, Стамбул. Десятком всадников командовал Энбаши, Капрал, сотни Субаши, тысячи Бигбаши, майор. Уже во время битвы на Косовом поле количество Акэнджи достигало 20 тысяч, а при Сулеймане Ай, более 50 тысяч человек. Но потом их количество опять стало падать и в 1625 году их стало всего 2000. Интересно, что в мирное время они могли проживать где угодно, но требовалось, чтобы они постоянно тренировались и были готовы выступить в поход по первому требованию. Доспехов Акэнджи практически не носили, но имели щиты либо калканы, либо боснийские скутумы. Оружие использовалось в основном холодное, сабли, луки, арканы. Обычно эти всадники в походах находились либо в авангарде армии, либо в арьергарде. Имели при себе запасных лошадей, чтобы было на чем вывозить добычу. Чаще Акэнджи воевали в Европе, но такие султаны, как Мехмед, Баязид и Селиме Ай, использовали их и в Анатолии. Турецкая кольчуга. Века, вес 10,52 килограмма. Метрополитен-музей, Нью-Йорк. В начале 17 века эти всадники стали нести большие потери в сражениях с имперскими кавалеристами. Уже в 1630 году Акэнджи превратились либо в рядовых солдат, либо соглашались служить только за деньги. Вместо них туркам пришлось использовать наемную татарскую конницу и крымских ханов. Окончательно он исчезли в 1826 году. Конь турецкого всадника в снаряжении конца. В. Дрезденская оружейная палата. Другим подразделением турецкой легкой конницы были всадники дели, что можно перевести как сорви голова и отчаянный храбрец. Они появились в конце века и прославились своей отчаянной храбростью, а еще своей необычной одеждой. Впрочем, очень часто бывало так, что военная одежда как раз и задумывалась такой, чтобы пугать воинов противника. Современник описывал их наряд, подчеркивая, что многие из них покрывались тигринами шкурами, сделав себе их них что-то вроде кафтона. Из средств защиты они имели выпуклые щиты, а оружием им служили копья и булавы, прикрепленные к их седлам. Головные уборы дели также делались и со шкурдиких животных и украшались сорлиными перьями. Щиты типа боснийской скутум они также украшали перьями и мало того, за спиной у них тоже были крылья из перьев. Так что считается, что польские латные гусары как раз у них, у дели, позаимствовали идею носить крылья с перьями за спиной. Оружием им служили копье, сабля, лук и стрелы. Лошади всадников дели отличались своей силой, резвостью и выносливостью. Турецкий лук 1719-1720 граммов. Длина 67,9 сантиметра. Метрополитен-музей, Нью-Йорк. В. 18. Веки дели почему-то стали носить шляпы, похожие на цилиндры в 26 дюймов высотой, сделанные из кожи черного ягненка и обмотанные вдобавок сверху тюрбаном. Всадники дели. Слева, бой с венгерскими всадниками, справа, 1526 год миниатюра из манускрипта Суми Маннами, музей Токкапы, Стамбул. Организация дели была следующей, 50-60 всадников составляли байрак, флаг, штандарт. Несколькими байраками командовал дели баши. Рекрут приносил присягу, получал звание Агаджираги, ученик Аги, и вот эту самую знаменитую шляпу. Если дели нарушал клятву или сбегал с поля боя, его изгоняли, а шляпу отнимали. Использованная литература 1. Никол, Ди, Armies of the Ottoman Turks. 1300-1774 годы. Л, Osprey Pub. Ма. 140, 1983. 2. Ваксик, Ви, Грбейзик, Зед, Кавалри. The History of Fighting Elite. 650 Б. Ц. AD 1914. Л, A Castle Book. 1993-1994. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok